А вот так выглядел первый, соответственно, наш съезд. И там мы также три доклада из шести пытались обсуждать карту интенсивной терапии. Тогда представлял Филипс, представлял Кардекс. Что-то произошло, что-то нет. Что у нас получилось? Я не могу никак избавиться от аллюзии с бестселлером позапрошлого века, вот с этим огромным фолиантом Моби Дик и вот этот кит, как таковы мы все пытаемся, подбираясь к карте интенсивной терапии. Прошло уже шесть лет, до меня этим занимались еще 20 лет, тем не менее пока мы все еще на пути. Вот такая картинка, конечно, у нас звучала, когда мы пытались интегрировать Филипс в городскую систему здравоохранения, бедный реаниматолог, но у него со всех сторон набросились контролирующие и проверяющие акторы, как таковы. Не могу не вспомнить, соответственно, классическую модель Крюблероса, это принятие, соответственно, смерти. То есть если с самого начала мы где-то на уровне были отрицания, что нет, никогда компьютер не обеспечен, не заменит врача, то сейчас у нас была депрессия, когда мы работали с Филипсом, и сейчас у нас идет торговля, когда у нас есть какие-то другие перспективы, возможно. С первого, непосредственно, 2016 года, с первого была резолюция о создании постоянной рабочей группы в IT-инстезиологии гранитологии, и за последний год у нас было почти 50 видеоконференций, обсуждались возможности интеграции системы ИКО в московское здравоохранение. Тут наиболее активные и компетентные, уважаемые участники, заместители главных врачей по инстезиологии гранитологии, которые тратили бы свои сотни, тысячи часов для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу. Вот, к примеру, перечень шкал, которые были приняты необходимы для внедрения в реанимационную структуру. Это вот антологические шкалы, которые родились как минимально необходимые и обязательные для включения в клиническую информационную систему реанимации. Ну и по большому счету мы все время крутились около приказа, который подписал Игорь Владимирович Молчанов в 98-м году. В 97-м году он стал, тогда он еще был, тогда он еще не получил профессор, а был еще доцентом кафедры. И он собрал лучшие наработки института общей гранитологии, кафедры, соответственно. Свои, но тогда не были приняты во внимание ленинградская работа, потом было длительное противостояние главного специалиста и фар. Но, тем не менее, вот это родилось на основе опыта 80-х годов. На тот момент это включало в себя практически полный ассортимент, что вообще могло было придуматься в обычной муниципальной больнице. И в этой парадигме мы, соответственно, работаем. Посмотрите, пожалуйста, что приказ набран псевдографикой. Тогда, соответственно, пишущая машинка была единственным инструментом. И очень часто у нас бывают проблемы. Мы говорим, что нет, это не цифровизация, это не дискредитация раз в 12 часов. Это просто для нас обычная временная сетка, куда, соответственно, медицинская сестра, анестезистка вручную заносит графические отображения необходимых параметров. Подобная ситуация и с картой операционного пособия анестологического. Поэтому вот с этим мы были. Когда мы стали работать с Филисом, мы с проектом России дайте, пожалуйста, портфолио, лучшие решения мировые, потому что мы были готовы изменить приказ. Единственная сетка готова была пойти на то, чтобы изменить приказ как таковый. Тогда, к сожалению, их не удалось. И нам пришлось идти опять непосредственно к модификации этого нашего старого 68-го приказа. Вот так выглядит слева эта коробочная версия, то, что давала ИКО. Она мне знакома по 1994 году. Эта система у нас работала в Ботвинской больнице. Тогда еще на полуоси. И вот это то, что, так как не было представлено другого концепта, переставка обычная в Вордике, соответственно, нашего 68-го приказа. Дальнейшая, соответственно, уже была реализация похожего, как такового приказа, во всяком случае, на территории России. А единого федерального приказа нет. Пользуется, соответственно, что-то, соответственно, московским, потому что Игорь Ильич Молчанов стал и главным социалистом, главным мариотологом Советского Союза России. Чего мы только не видели. От пиктографических изображений тела до положения пролежней, попытки внести сюда федеральный приказ по пролежню, чего только не было. Если мы посмотрим современные системы, которые нам позволяют работать в реанимации, то есть у нас много вкладок. Практически последние 15 лет на каждом съезде ФАР возникает вопрос, как бы нам улучшить и изменить КИТ. И мы никак не можем внедриться, мы никак не можем влезть в наше прокурсово-ложа печатной формы. Потому что понятно, что резко изменилось и возможности лабораторной диагностики, и респираторной терапии. У нас, по большому счету, на каждый наш подраздел нам нужны отдельные листы, которые невозможно не заполнить, не ввести. До больного мы точно не дойдем. Но современные системы позволяют иметь много вкладок, и каждую вкладку можно удобно посвятить определенному разделу, который, соответственно, будет аккумулировать необходимые данные, оповещения, принятие решения и все остальное. Поэтому, если мы сейчас посмотрим опять 688 приказ, то у нас очень много разделов, которые имеют историческую ценность. То есть раньше вот этот третий формат, который ксерился, его для аудита ввезли в Институт общей ариментологии, и там нужно было знать, с какого учреждения это привезли. Поэтому понятно, что там было наименование учреждения. Сейчас, по нашему законодательству, которому мы живем, у нас это неотъемлемая часть медицинской карты социального больного. Смешно сказать, но термин в истории болезни, медицины, официально не существует. Это медицинская карта социального больного. Поэтому здесь нам наименование учреждения не нужно. Нам нужно оставить, может быть, название отделения, потому что за день, может быть, несколько раз, пациент переведелся с одного отделения в другое, и нам нужно знать, с чем это работает непосредственно. Но очень много частей, очень много разделов, соответственно, вызывают сомнения. Прошло все-таки 25 лет. У нас множество новых федеральных законов. У нас совершенно изменился оборот наркотических средств. У нас совершенно все это другом списывается. У нас новые федеральные законы по трансфузиологии. Мы более не переливаем цельную кровь. И поэтому оценка, сколько влито крови, она потеряла свою эффективность, потому что мы вводим результаты содержащей среды. Понятно, что оценка кровопотери, да, визуально нам нужна, а сколько ввели, баланс считается несколько по-другому. Опять же, если раньше, в те богословенные времена, мы могли уместить все назначения нашей лабораторной, экстремс-лаборатории вот в блоке, который находится с левой экрана, то сейчас это даже теоретически невозможно. Поэтому получается, что была вызвана такая концепция, что если у нас все данные аккумулируются в IT-службе, то у нас разговор идет о том, что а с медсестра и врач оснащены планшетами, то у нас идет к тому, что нам нужно что-то положить в бумажную историю болезни, пока она еще совсем не исчезла. Потому что в 2001 году, Владимир Иванович, Путин принимает решение о цифровой подписи. В этом году господин Мудашко принимает подзаконный акт, соответственно, ведомственные о цифровизации медицинских документов. После того, когда это будет все синхронизировано, реализовано, в привлечении со Следственным комитетом, мы тогда лишимся и бумажной формы, слава богу. Но пока мы что-то должны вкладывать. Понятно, что других принтеров, кроме А4, у нас не будет. И альбомное расположение листа крайне неудобно. В отличие от зарубежных, где используется обычно шивка по короткой стороне и перелистывается вот так вот, то у нас, по большому счету, книжная ориентация, соответственно, нашей истории болезни. Получается, что у нас и анализ, и аудит, и другие возможные отчеты, их количество неограничено, они доступны в ЕМИАСИ. Почему мы все-таки должны иметь что-то свое? У нас немножечко разная концепция, как назначение препаратов, мониторинга, и, соответственно, суточный баланс существенно отличается от обычных линейных отделений. Поэтому для нашей работы, как в операционной, как и в реанимации, нам нужны, естественно, свои формы. И большая проблема, а если ЕМИАСИ недоступен, то эта форма должна минимально позволять необходимость временно, во время какой-то технической неполадки, либо расширения большего количества койк, у нас нет арм, что-то еще, возможность ввести эту форму вручную по-прежнему. Вот исходя вот из этой концепции, просто в Excel-ке были набросаны и обсуждаются вот такие формы ежедневного отчета, убрано все лишнее. Слева эта форма, которая бы хорошо собиралась с графиками, в том случае, если аппараты подключены к системе, справа то, что можно руками заполнять с цифрками. Они идентичны. То есть ничего лишнего не убрано, но некоторые изменения есть. То есть во многих, везде, где только возможно, стала использоваться аббревиатура. Там, где имеется четко метр-сантиметр размерность, понятно, что это такое, и дублировать наименование, что это рост вес и площадь тела, наверное, лишено смысла. Для нас наверняка операционные операции будут уже перечень, наверное, все-таки кодов с А, как таковых, чем написание всего подряд. Но, опять же, нам остается аллергия, и это нужно обязательно, соответственно, иметь постоянно перед глазами, как в планшете, так и в итоге в документе. Мы широко рассчитываем использовать пиктограммы и минимизировать, соответственно, параметры дыхательной и респираторной поддержки. Почему? Потому что просто сказать, какой у нас был аппарат, это уже рожка, не рожка, наверное, для вас не актуально. Какой размер трубки использован? Мы отошли все-таки от красных трубок десятого номера красногвардеец, когда было принципиально указать термопластичные, термопластичные трубки используются у больного. Балансы сохранены и даже добавлены. Все-таки понятно, что мы с 2001 года отошли от столов диабетических, у нас стандартная диета. Если дополнительно что-то используется, стиппинг, что-то еще, это может быть вписано. Мы не должны дублировать то, что оговорено в федеральных законах. Та же самая борьба с пролежнями, это отдельная форма, мы не можем их отменить. Зачем необходим дубляж, нам пока это непонятно. Поэтому каждый параметр подробно обсуждается. То есть ЕМИАС при работе пошел от того, что вместо того, чтобы сделать центральный орган рабочей группы, которая бы договорилась на берегу о правилах, пошли по созданию разных правил каждым главным специалистам. Вот прекрасный пример. Пути введения, которые собраны от всех главных специалистов на сегодняшний день, превышает 70 штук. Человек – это примат. Больше чем 5-7 пунктов выпадающего списка он осознать не может. Сколько вы будете листать 70 пунктов из этих вот вещей? Это еще здесь нет локации. Это будет отдельная инъекция в левую пятку, инъекция в правую пятку. Следующий столбец зелененький – мое предложение. Категорично сократить. Их тоже все получается дюжин, но существенно меньше. Но опять же, здесь перечислены абсолютно все возможные, которые упоминаются в предыдущих 70-ти. Понятно, что смысл о том, что внутривенно дозатором, совершенно бессмысленно. Мы сейчас все работаем дозаторами. У нас тем более, что все равно задается скорость введения. Как осуществится технически? Конституционная сестра будет по часам вводить, либо будет использован аппарат, который передаст данные потом в центральную систему. Ради бога, ничего страшного в этом нет. Поэтому получается, что у нас внутривенно капельно, внутривенно струйно. Ну, соответственно, то же самое. Не сложно сказать внутриартериальное введение. Я понимаю, интероперационное использование в коронарах, где-то еще. От просто внутриартериального введения мы практически полностью отказались как такового. Всевозможные ретробульбарные вещи введения – это уже не естественная процедура, не списание препарата, это списание, манипуляция, либо операция. Потому что это не рутинное назначение. Поэтому, подводя итог, нам бы хотелось уйти от длинных наименований и бич на сегодняшний день. Емеса – это отсутствие аббревиатур. По большому счету, история болезни, даже в Минсиско-Карстане больного, должна начинаться с перечня списка сокращений. Возможно, будет общий ИС реанимации, возможно, при повышении реанимации будет один раз, с мелким шрифтом, напечатано список сокращений для единственных общепринятых для Московской муниципальной медицины, для Следственного комитета того же, ради бога. А так как, насколько мне известно, что еще до выписки, которая сейчас доступна пациентам, и содержимое истории болезни будет доступно пациентам, то, конечно же, шифровать аббревиатуру мы просто обязаны. Уйти от диктата маркетологов и гуглоперевода. Это тот момент, когда нам нужно провести аудит принятых наших сокращений и избавиться от наносного, то, что пришло к нам за последние десятилетия. Ну, прекрасный пример, это в наших любимых мультиках, мультифильтратах, да, есть понятие ультрафильтрация. Да не ультрафильтрация, это баланс всего-навсего, отрицательный, который выводится. Я понимаю, что это было маркетинговое решение, но оно уже завязло в зубах, и от него нужно избавляться. Возможно, нам придется пожертвовать подсрочными и насрочными индексами. Да, конечно же, на экране все это можно вывести, но если вы будете набирать текст какой-то и вводить что-то еще, то, возможно, вам будет затруднительно. Пиктограммы, иконки, инфографика. Здесь я не могу ничего подсказать, потому что я вообще не рисую, но, тем не менее, материал дизайн, наверное, этот, скорее всего, пиктограммки будут популярны и широко использоваться. Каждый раз писать раздел «Внутривенное ведение» проще поставить, наверное, какой-нибудь шприц или капельки какие-нибудь. Если это будет единое для московского здравоохранения, то это будет общепринято. Мы сейчас задаем планку, по которой мы будем работать в ближайшие 20 лет, как минимум, как таковое. Очень важный момент. Нам нужно разработать так, чтобы оставить шанс для возможной аккредитации GCI. Там сходные параметры, но некоторые вещи не нужно им обрубать, потому что, возможно, некоторые учреждения смогут пойти. 40-я больница идет по пути аккредитации GCI, мы ее еще не прошли. Если все будет хорошо, может быть, через год в лучшем случае нам удастся попробовать. Но для меня это процесс, для меня это путь к аккредитации, а не сам результат. Следующий момент. Нам нужно уйти от дублирования федеральных форм. Я не могу убрать форму ухода за прорежнями, потому что это федеральный приказ 2005 года. Но давайте мы не будем это дублировать. Повторюсь, отчетов для необходимых, пожалуйста, у каждого может быть свой профиль. Кто-то, вот, пожалуйста, прекрасный пример, каждый главный врач сделал свой статус. И когда я увидел, что теперь нам хотят засунуть в описание реаниматологов таракальный статус, мне тут стало совсем плохо. А почему статус не у пятки и все остальное? Мы работаем под одной специальностью. У нас один сертификат, что дети, что взрослые. Особняком стоят немножечко неанатологи, у них своя свадьба, что называется. Поэтому пока мы говорим о том, что мы ведем те формы, которые едины для всех. Могут быть особенности, конечно. Это решается дополнительными формами, которые приняты локальными актами в конкретном медицинском учреждении. И поэтому, по большому счету, вот, проходя вот этот мобидик, вот это все, что кончается тем, что обоими челюстями перекусывается надвое эта утлая студенушка, нас погребет цифровая медицина. Но вот сейчас тот момент, когда мы можем предложить свой вариант развития, и самое приятное, что нас стали слышать. Вот это для меня большое удивление. Последние полтора года, два года, что я с этим тесно работаю, изменения произошли громадные. Но настолько большая, огромная проблема, что это действительно огромный мобидик, огромный кит, который можно вот как-то это сделать. Я думаю, что есть, скорее всего, на следующей неделе концепция развития цифровой реанимации будет подписана для ИМИАСа. Та форма, которую мы вам показывали, во всяком случае, возражений не принимает. И поэтому я надеюсь, что до конца года эта форма будет ежедневная, печатная форма. Поэтому в идеале медсестра работает, соответственно, с разными вкладками на своем планшете, отмечая необходимое назначение, отмечая свои необходимые наблюдения. А это то, что генерируется и вкладывается, вклеивается в истории болезни. Как положено с тремя подписями внутри и сзади, потому что у нас всегда будет полипрагмазия. А по фармакологическому клим-фармакологу закону, все, что больше пяти, нам требуется третьей подпись. Мы отрешены официальным включением еще и заведующего отделения. Либо клим-фармаколога по выбору стационара. Большое спасибо. Если какие-то есть вопросы, попробую ответить.